Доброе утро, Стефан! Да, действительно, сегодня отмечают свой профессиональный праздник дети-изобретатели. Ежегодно более 500 тысяч подростков создают и проекцируют различных роботов и технику, различные гаджеты и игры. Евпатория не последний город в стране, где созданы для этого все условия. Я сейчас говорю конкретно про первый в Крыму технопарк Кванториум. Сегодня у нас в гостях Руслан Макаров, заведующий методической работой детского технопарка. Руслан Викторович, очень рада вас видеть. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, есть ли уже конкретные проекты, которые создали наши евпаторийцы? Да, безусловно, за последнее время у нас очень продуктивно поработало такое направление, как промробоквантум. Оно представляет образовательную робототехнику. Среди того, что сделали ребята, например, можно особо выделить модель умного паркинга, парктроника. Который у нас идет по направлению Smart City. Также модифицировали они, например, разработанные ранее, прототип средства, отслеживающего летательные аппараты. Или, например, создали на базе аппаратно-программной платформы Arduino несколько роботов, которые распознают те или иные препятствия и пытаются их объехать. Какой возраст детей создает это? Ну, на сегодняшний день, как правило, от 10 и до 14 лет. И куда дальше тут эти проекты? Они остаются у вас в технопарке или все-таки инженеры пользуются ими? Ну, на сегодняшний день это результат, в первую очередь, той фантазии и изобретательности, которую проявили евпаторийские ребята. Надо признать, что здесь ребята достаточно способные. А то, как эти идеи можно развивать, использовать дальше, наверное, в ближайшее время мы и выясним. А по каким направлениям у вас обучаются дети? Ну, направлений основных у нас шесть. Это промышленный дизайн, это IT-квантум, это аэро- и авто-квантум, которые представляют беспилотные средства летательные и наземные. Пром-робо-квантум, то есть образовательная робототехника во всех ее проявлениях. Космо-квантум, где ребята занимаются инженерно-техническим творчеством, создают прототипы ракет-носителей искусственных спутников Земли. Есть у нас такое направление, как хай-тек, где мы знакомим ребят с аддитивными технологиями, с тем, как работают на станках с ЧПУ различные модификации. Также у нас необошлимой стороной и развитие софт-компетенций универсальных, и основы проектного управления преподаются также в рамках него. Ну и, конечно же, технический английский язык пока что это лингва-франка в мире технического творчества, технологий вообще. И много ли у вас воспитанников? То есть востребованы эти все направления? Дети идут? И это помимо учебных занятий, правильно, в школе у вас дополнительно? Да, безусловно. Ну, 800 человек в год у нас проходит обучение. Работаем мы чуть больше года официально. Ну и, скажем так, есть поток, который вот сейчас в ближайшее время только-только приступит к занятиям. А также я знала, что на базе вашего кванториума проходят различные конкурсы, фестивали. Расскажите о масштабных. За последнее время у нас прошло в целом около семи мероприятий. Самыми значимыми масштабными из них можно назвать, во-первых, первый республиканский фестиваль робототехники. Прошел он в виде выставки робототехнических проектов. Была там также и определенная культурная программа, и просветительская, которая была направлена на популяризацию данного направления. Сейчас мы хотим сделать его более масштабным. В марте месяце, как республиканский фестиваль «Квантороботикс», он должен пройти здесь, в Евпатории. Ну или, например, есть среди наших мероприятий такой формат, как хакатон. Обычно хакатоны проходят для программистов, но мы проводим их как инженерные хакатоны. И здесь ребята также занимаются инженерным творчеством, которое связано и с робототехникой, и с аддитивными технологиями, и с IT-технологиями, то есть с сочетанием всего перечисленного. Это те фестивали, которые будут, которые в планах. А вот WorldSkills у вас был. Это что за фестиваль? Да, WorldSkills проходил на базе нашего учреждения по одной из компетенций. Это конкретно компетенция прототипирования среди юниоров. В целом это чемпионат профессионального мастерства. Проходит он под эгидой соответствующей ассоциации, как всероссийский чемпионат. В данном случае у нас была компетенция в рамках крымского чемпионата, по сути дела отборочного. Здесь ребята работали с таким направлением, как аддитивные технологии. То есть связано это с 3D-моделированием, с 3D-печатью, с созданием прототипов на станках. И вот конкурс заканчивается. Куда дальше идут эти работы? Все-таки здесь не просто награждение. Ну, скажем так, в первую очередь надо понимать, что для нас важно воплотить в реальность некую инженерную фантазию ребят. То, что можно сделать на ее основе в дальнейшем. Скажем так, можно сделать более серьезную работу. Можно усовершенствовать то, что сделано, и предложить кому-то на рассмотрение. В данном случае для нас первоочередно было это все-таки понять, что нет ничего невозможного, если задаться такой целью. А уже как это применить в дальнейшем, ну, наверное, здесь и сами ребята в итоге решат, и мы им в этом поможем. Главное, что для этого есть все условия, и планы для развития есть. Мы вас рады видеть в нашей студии, и желаем вам хорошего дня. Спасибо. Коллеги, я передаю вам слово. Продолжайте, дальше будет республику. Продолжайте.